Хотел у вас спросить совет. Недавно месяц полтора назад открыли сожжной бутик в торговом центре. Дело для начала неплохо идет. Теперь есть мысль расширяться и открыть вторую точку на левом берегу города. Сейчас делать или немного ждать? Я полгода активно занимаюсь вопросами финансовой грамотности и поставил цель стать финансово независимым в 28-30 лет и столкнулся с такими вопросами, как активы и пассивы. От чего зависит курс валюты и анализ рынка? Зарплаты недостаточно для погашения кредитов. Я решил попробовать открыть свое дело. Очень тяжело. Она продвигается. Как правильно построить схему по работе с продуктовым магазином, чтобы увеличить прибыль побестрее и не обанкротиться? Мне тяжело удается что-либо начать. Всегда откладываю дело на следующий день. Постоянно ощущаю слабость, сонливость. Понимаю, что так дальше не может продолжаться. Мотивирую себя, но через 3-4 дня мотивация пропадает и опять лень. Берет вверх. Пожалуйста, подскажите, как воспитать в себе сильный характер. Здравствуйте, дорогие ночные слушатели, дорогие ночные читатели. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам. Пожалуйста, настраивайте себя для того, чтобы получать что-то полезное из этого видео. Под это видео, пожалуйста, посмотрите. Нажимайте кнопкой «Еще», посмотрите все наши ближайшие графики по тренингам. Там есть список, где можно купить книги и так далее. Часто пишут в комментариях, что где можно купить и так далее. Вы там пройдете по этой ссылке и можете увидеть, где можно купить книги и так далее. Дорогие мои, в комментариях пишите хотя бы от 3 до 5 ключевых вещей, чему вы усваивали из этой рубрики. Дорогие мои, вот такой вопрос. Уважаемый Сальмур Раджабович, меня зовут Салават. Хотел у вас спросить совет. Недавно месяц полтора назад открыли сожженной бутик в торговом центре на правом берегу города Нур-Султана. Пройдем кондитерский инвентарь. Дело для начала неплохо идет. Теперь есть мысль расширяться и открыть вторую точку на левом берегу города. Хочу взять кредит около 5 миллионов тенге для пополнения оборотных средств. Аренда помещений, закупа товара, холодильник и так далее. Какие можете советы дать? Сейчас делать или немного ждать? Как конкурировать с конкурентами, чтобы поток людей был больше, чем у других? Как правильно рекламировать? С уважением Салават. Дорогой мой Салават, смотрите, что надо делать. Вы обязаны расширяться. Запомните, что все, что не расширяется, оно сокращается. Поэтому нужно обязательно расширяться. Как вы будете расширяться? Два показателя есть, по которым надо соблюдать, можно расширяться. Первое. Если у вас, вы видите, что у вас уже накапливается некое затоварование. То есть в магазине уже потихонечку много товара. И вы видите, что каждый раз товар привозите, каждый раз снова-снова привозят товар. И что-то остается. Постепенно-постепенно начинаются остатки накапливаться. То есть затоварование происходит. Вот. Это первое. Второе. Вы видите, что у вас немножко небольшая сумма резервной деньги появляется. Но смысла нет. Опять что-то купить заполнян в магазин. И еще третий добавили бы. Вы видите, что потолок проходимости вы достигли. То есть делали все. Все маркетинги выходили, использовали. Трафика создали. Поток людей организовали. Но дошли до максимума потолок проходимости. Вы поняли, что больше это все равно не продаете. Вот это три показателя, когда вы видите, тогда уже открывайте вторую точку в обязательном порядке. Хорошо? Но пока эти три показателя у вас не будут. Особенно первые два. Пока, если это две не будут, особенно, не надо расширяться. Потому что это преждевременное расширение приводит к распилению. Я бы рекомендовал вам, если это, например, 5 миллионов кредит не надо будет брать, тогда, если вы соблюдаете мою формулу, которую я только что озвучивал, может быть, вам надо будет брать 2 миллиона. Вы видите, что, например, 2-3 миллиона сами накопили, и вам надо немножко еще, да, то, что недостающая сумма. Тогда, может быть, немножко надо будет брать. Или, возможно, не надо будет вам даже вообще брать. А как сделать так, чтобы вы были более конкурентоспособны? Если вы конкурентоспособны, три показателя. Первый, самый главный показатель ваших конкурентоспособны, вы должны контролировать свои издержки, то есть свои расходы. Чтобы, понимаете, может быть, вы продаете 5 рублей, что-то не будет, да? Я продаю по 5 рублей. Но себестоимость у вас 3 рубля, а у меня 4 рубля. Соответственно, кто конкурентоспособны? Вы конкурентоспособны, потому что у вас низкость себестоимости. Первый показатель конкурентоспособности – это добиться низкой себестоимости. Второй показатель конкурентоспособности – это узнаваемость. Вам надо запомнить, что вам надо стараться, чтобы люди узнавали вас больше, больше, больше. Чем больше будут знать вас, когда люди нуждаются, будут обращаться к вам. Третий, важный показатель конкурентоспособности – какой коэффициент повторный закуп. То есть какой процент ваших клиентов повторный закуп делят. Если вы умеете делать хотя бы более 45%, 60% повторный закуп просто в Евгении. Это супер. Бизнес держится на повторный закуп, запомните этого. Поэтому работайте над этим, фокусируйтесь на своих клиентах и всегда дайте чуть больше, чем они платят. Тогда вы будете конкурентоспособны на рынке. Здравствуйте, наставник, меня зовут Ержигит. Я из села Достех в Алматинском области. Мне 24 года, я прочитал ваши книги «Ай деньги» и хочу поблагодарить вас за полезную информацию и мотивацию. Я полгода активно занимаюсь вопросами финансовой грамотности и поставил цель стать финансово независимым в 28-30 лет. И столкнулся с такими вопросами, как активы и пассивы. От чего зависит курс валюты и анализ рынка? Искал много и не нашел понятного ответа. Дорогой мой Ержигит, активы – это то, что приносит тебе доход. Увеличивай активы, то, что зарабатываешь. Заработанные деньги превращай в пассивный доход. Это основная формула, понимаешь? Трудовой доход, она всегда ограничена. Понимаешь, трудовой доход – это ограниченный доход. Когда ты работаешь где-то на зарплате, это есть трудовой доход. Трудовой доход всегда ограничен. А вот пассивный доход, денежный поток, она растущий доход. Поэтому заработать деньги превращай в пассивный доход. Это основная формула. Первое, что ты должен делать. Второе, постоянно сократить свои пассивы. То есть постоянные обязательства, стрессы от них избавиться. Особенно все то, что у тебя заберет деньги. Деньги вкладывай только туда, где увеличивает твой продажа или увеличивает твой доход. Не трать деньги туда, откуда доход не получаешь. Вкладывай деньги туда, только откуда ты получаешь доход. а вот что касается от чего зависит курс валюты и анализ рынка курс валюты зависит от например смотри курс доллар поднимается тенге падает потому что влияние позиционирование и вообще международное отношение по долларах понимаешь это очень важно не важно не как это не делать кто-то искусство не делать где-то где-то объявляет это потому что это уже международная политика это тебе надо очень хорошо изучать международный экономик тогда и начнешь понимать что это такое если ты мне спросишь как это происходит я тебе скажу так америка дает всем государством международный валютный фонд дает всем государством долларах понимаешь огромное количество государства в долгах понимаешь а потом взамен у некоторых государства которые не могут оплатить верну это долг соответственно чем он забирает он соответственно забирает активами месторождениями полезными покупаемостями и так далее таким образом это мягкая сила мягкая сила потихонечку то есть потихонечку сначала отдают деньги а потом когда не можем вернуть и часто все полезные покупаемости активы заберет иногда некоторые территорий забирать понимаешь этого это это давним давно политики существовали буду существовать поэтому курс если ты посмотришь курс например стоимость денег некоторые государства повадает почему потому что производства мало промышленности мало ты государства которые остатся сырье им и государства и так далее большинство из них они будут трят потреблять ты стоимости денег меньше, меньше, меньше будет становиться. Чем больше будет сам себя обеспечить государство внутри себя, тем сильнее будет уровень стоимости его денег. Анализ рынка, это означает, что надо постоянно анализировать рынок, тенденции развития и так далее, какой отрасли рост идет, какой отрасли спать идет и так далее. Это для того, чтобы выбрать себе то отрасли бизнеса, который тебе нужен, чтобы заниматься тот бизнес, который реально растущий в будущем. Здравствуйте, Санур Раджавович, сначала о себе, я сама воспитала сына, работаю в госпредприятии, набрала кредитов, чтобы дать образование. Зарплаты недостаточно для погашения кредитов, я решилась попробовать открыть свое дело. Очень тяжело, она продвигается. То есть, как наше население готово потратить всю свою зарплату на всевозможные развлечения, чем заплатить за услуги клининга. Уточняю, требования высокие, но платить за проделанную работу хотят мало. Работу выполняем добросовестно и хорошо. Всем качество работы нравится, но не хотят по достоинству оценивать труд. И движение бизнеса начинается останавливаться. Пожалуйста, посоветуйте, пожалуйста, что делать. Если вы очень хорошие качественные услуги делаете, но вы видите, что люди не хотят платить, с трудом платят и ноят и так далее, значит, вы не того сегмент выбрали. Ваша силовая аудитория не те людей выбрали. Вы выбрали сегмент бедной аудитории, которая не способна платить. Просто работайте своим маркетингом. Найдите маркетолога, посоветуйте с ним и распишите полностью силовую аудиторию, с кем работать, с кем не. Ставьте определенные границы, для кого ориентирована ваша услуга. Если вы правильнее, качественнее, хорошо делаете, тогда идите к средней классу. Вы сейчас работаете, значит, ниже средней класса. Поэтому эти люди, они сами устают, хотят заказать клининговую компанию, но перед этим не хотят платить. Это такая категория людей, к сожалению, существует. Поэтому вам надо сделать так, чтобы 80% клиентов были платежеспособнее клиентов. Приходите туда, тогда у вас будет другой сегмент. Если вы это не поняли, мне что я сказал, найдите маркетолога, консультируйтесь у него или дайте ему чуть-чуть деньги, пусть он распишет весь маркетинговую стратегию для вашего бизнеса. Здравствуйте, Санур Раджабович. Как правильно построить схему по работе с продуктовым магазином, чтобы увеличить прибыль побестрее и не обанкротиться? Бывают моменты, мы заказываем товар фирме, но когда они привозят товар, я не могу оплатить, потому что на кассе с утра денег нет, торговли нет. Что посоветуете? Продуктовый магазин надо сделать так, чтобы часть из них, часть продуктовых магазинов, часть продуктов издержки, надо сделать так, чтобы работать на деньги поставщиков. Это означает, что есть определенные кольца поставщиков, которые оставят вам на неделю, на 10 дней или на 20 дней и так далее, чтобы потом вы оплатили им. Как вы ведете график, как вы договариваете с ними, а если у вас вам дадут на неделю, и это вам маловато, недостаточно договориться, хотя бы не знаю, тогда 10 дней договориться или 2 недели. Это зависит от того, как вы комфортные взаимоотношения создадите вместе со своими партнерами. Продуктовый магазин очень важную роль играет внутри, внутри маршрут, то есть внутри магазина как расположить маршрут клиента. Маршрут клиента, чтобы он по ходу, когда проходит, когда проходит, чтобы он спонтанно закупил побольше. Мы понимаем, что всего лишь правильный мерчайдайзинг от 15% до 30% продажи все равно поднимет, а маршрут клиента внутри магазина еще 25-30% поднимет. То есть она заходила за хлебом и заодно покупает то, заодно и сель два пакета покупает, потом уходит. Понимаете, вот как вы внутри маршрут создадите, это большой роль играет, это средний чек поднимает, поэтому от этого зависит прибыль магазина, и с поставщиками работу деляйте в тот график, который вам комфортно, чтобы у вас было всегда деньги. И по вечерам всю кассу не смывайте, пожалуйста, тогда утром у вас будут деньги платить, когда утром с утра придете и вы знаете, что поставщик сейчас товар вам привезет, вы же это знаете. А почему с собой энне сумму не держите в кассу, чтобы спокойно платить поставщикам? Просто у вас еще внутри вашего бизнеса разрабатывайте финансовый модел. У вас нет финансового модела распределения денег, поэтому это создает то густо, то пусто, то густо, то пусто. Понимаете, бизнес это поток, это не одноразовый поступок, это поток, это как речка, беспрерывный поток. Нужно, чтобы беспрерывный поток денег был у вас, бизнес вот такой. Поэтому каждый день поток. Поэтому, пожалуйста, энне сумму вырабатывайте себе такое, что у вас всегда должно оставаться энне сумма в кассе на конце дня для того, чтобы с утра этот магазин свободно мог работать, функционировать и так далее. Когда вы это все наладите, все автоматизируете, все нормально, открывайте вторую точку, если хотите, расширяйтесь. Вот так и развивайтесь. Здравствуйте. Я Олег Бег из Бишкека. Мне 26 лет. У меня такая проблема. Мне тяжело удается что-либо начать. Всегда откладываю дело на следующий день. Постоянно ощущаю слабость, сонливость. Понимаю, что так дальше не может продолжаться. Мотивирую себя, но через 3-4 дня мотивация пропадает. Я опять лень. Берет вверх. Пожалуйста, подскажите, как воспитать в себе сильный характер. Бедисциплинирую вам. С чего начать? Благодарю вас. Начните заниматься спортом. Первое. Что надо делать? Второе. Много не планируйте в день, ставьте в день 3-4 задачи или 5 задачи. И старайтесь, чтобы каждый вечер завершенные задачи были больше. Когда каждый вечер вы завершенные задачи увеличиваете, у вас уверенность в себе растет. И это все пишите на бумаге. Обязательно в порядке пишите каждый вечер хотя бы от 3-х до 5-ти или до 10-ти задач, что вам удалось сегодня завершить, что вам удалось сделать. Когда вы это пишите каждый вечер, у вас уверенность растет. Лень появляется там, где нет цели. Посмотрите на детей. Вы видели хотя бы одного ребенка, который родился лентяй? Дети лентяй не бывают. У них не бывает лень. Они бегают, они играют, они ходят туда-сюда. Их уговаривают, что посиди немножко. Они говорят, понимаете, иногда даже дети в шоке от родителей. Потому что, когда они не ходят, мы заставляем их ходить. За ручку возьмем, то скажем, давай-давай-давай-давай-давай, ходи. А потом, когда начнят ходить, они бегают туда-сюда. Говорят, сядь немножко, ходь немножко, садись, пожалуйста. Не бегай туда-сюда. Понимаешь? Дети не бывают лентяй. Человек не рождается лентяй. Лень приобретается по пути. Поэтому просто у вас нет цели. Если вы сейчас определите себе цель в этом году, что вы хотите делать, добиться до конца года. Все. Или в этом месяце, что я хочу добиться. Сначала определить для себя 5-10 пунктов, что вы хотите добиться до конца года. Например, я определяю себе каждый раз 5 книг писать до конца года. Сделать то-то, то-то, то-то. И так далее. Строить два здания. Открывать еще три магазина. И так далее. На каждом бизнесе мы пишем от 10 до 15 ключевые цели, стратегические цели, которые до конца года надо нам делать. И потом в течение каждого месяца мы должны определенные результаты добиться. Ага. Значит, в этот месяц надо сделать вот это. И вот пошагово вот так развиваемся. Поэтому, дорогой мой, если вы хотите иметь сильный характер, каждый день пишите от 3 до 5 вещей, что вы завершили. Старайтесь завершенную неделю количество увеличивать. Вот так вы постепенно, постепенно у себя характер развиваете. И вы начнете почувствовать себя другой образ жизни. Это становится комфортно для вас. Активный образ жизни становится комфортно. И тогда вы будете себя хорошо чувствовать, уважать себя. Понимаете, когда человек достигает цели, он больше себя уважает. Желаю вам успехов, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели. Ставьте лайк под эту рубрику. Рекомендую своим знакомым друзьям, кто нуждается на эти ответе. Под комментарии, пожалуйста, в этих комментариях напишите от 3 до 5 ключевых вещей, что было для вас ценно. Что бы я знал, это помогает вам или нет. Это действительно ли дало вам то, что вы можете практиковать и так далее. Я многим людям это советы давал, и они очень сильно помогали моим ученикам. Поэтому попробуйте, и вы это увидите. Это вам очень сильно поможет. Желаю вам успехов, удачи желаю вам. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова